Оно называется не одним наименованием, но многими и различными. Так это ощущение называется баней покебытия. Спас нас, говорит апостол, баню возрождения и обновления Святым Духом. Послание к Титу. Господи, со всех сторон. Да что ж вы, братья, прям. Ой, ну давайте еще кто там есть. Называется и просвещением, так называет его опять Павел. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Послание к Евреям, 10 глава. Называется и крещением, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Послание к Галатам, 3 глава. Называется и погребением, мы погреблись с ним, говорит, крещением в смерть. Кремленам, 6 глава. Называется и обрезанием, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлегшимся греховного тела, плоти, обрезанием Христовым, колоссиным, 2 глава. Называется и крестом. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Кремленам, 6 глава. Есть общее всем людям омовение посредством бань, которая обыкновенно омывает нечистоту телесную. Есть омовение иудейское, которое, хотя важнее первого, но гораздо ниже благодатного, так как и оно омывает нечистоту телесную, но не только телесную, а и зависящую от немощной совести. Есть много вещей, которые по свойству своему нечисты, но становятся нечистыми от немощи совести, как в отношении к детям маски и прочие пугалища, которые по свойству своему не страшны, кажутся детям страшными по слабости их естества, так и в отношении к тому, о чем я сказал. Например, прикосновение к мертвым телам по свойству своему не нечисто, но когда оно случится с человеком немощной совести, то делает прикоснувшегося нечистым. Что это дело по свойству своему не нечисто, показал сам учредитель закона Моисей, который нес с собой мертвого Иосифа и однако остался чистым. Посему и Павел, рассуждая о такой нечистоте, происходящее не от природы, а от немощи совести говорит так, что ничего в себе самом нечистого. Нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Кремленам 14 глава. Видишь ли, что нечистота происходит не от свойства вещей, но от немощи помышления развратник ли кто-ли, или блудник, или его служитель, или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки, но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных. А чтобы ты не считал сказанного преувеличением, послушай Павла, который говорит о силе этой купели. Не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. 1 Коринфянам 6 глава. Но как это, скажешь, относится к вышесказанному? Требуется показать, ощущает ли все это сила купели. Выслушай же дальнейшее. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 6 глава 1 Коринфянам. Мы обещали вам показать, что входящие в эту купель очищаются от всякой порочности. Но речь наша показала больше, то есть, что они делаются не только чистыми, но и святыми, и праведными. Но не только, сказал, омылись, но также осветились, оправдались. Таково человеколюбие божественного дара он делает праведными и без усилий. Если указ царя, написанный в немногих словах, отпускает на свободу виновных в бесчисленных преступлениях, а других возводит на высочайшую степень почести, то тем более и Святой Дух Божий всемогущий может и избавить нас от всякого зла и даровать нам вечную праведность и исполнить нас великого дерзновения. И как искра, упавшая в необъятное море, та час угасает, поглощенная множеством воды, становится невидимой, так и всякая человеческая порочность, погружаясь в купель божественного источника, потопляется и исчезает скорее и легче той искры. Если же эта купель отпускает все наши грехи, то почему, скажешь, она называется купелью отпущения... Почему она называется не купелью отпущения грехов или купелью очищения, но баней возрождения? Потому что она не просто отпускает нам грехи, не просто очищает от прегрешений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся. Аминь. Аминь. Ставьте стойку.